Перебо всем подробно. Полиция бьет тревогу, беспокойство, стражи и правопорядка вызывают экстремальные селфи. Самый популярный тренд в социальных сетях. В попытке удивить своей фотографией друзей, молодежь зачастую идет на неоправданный риск. Увлечение модными снимками селфи переходит границы разумного и заставляет смельчаков фотографировать себя и снимать видео в самых необычных ситуациях. Немало и таких любителей опасных фотографий, которые после снимка оказываются на больничной койке, а иногда все это заканчивается трагедией. В январе на Урале погибли двое молодых жителей Челябинской области. Они хотели сфотографироваться, внимание, с противопехотной гранатой РГН. Следствие предполагает, что они ее нашли на Чебокольском полигоне. Граната Рванго. Подмосковная школьница погибла, позируя в оконном проеме перед объективом фотокамеры. В Санкт-Петербурге подросток погиб, сорвавшись с пожарной лестницы на уровне пятого этажа, куда он залез, чтобы сделать фотографию с высоты. Напомним, нынешней весной в Кирове уже было сделано одно скандальное селфи на охраняемой территории. Известный руфер из Санкт-Петербурга Павел Гогулан поднялся на вышку Вятского телецентра и сделал собственное фото на фоне города Кирова. Еще одному любителю экстремального селфи придется ответить за снимок, сделанный на территории ТЭЦ-4 областного центра. В настоящее время проводится проверка о совершенном административном правонарушении, потому что в данном случае был еще и охраняемый объект, куда вход все-таки воспрещен. Огромное число несчастных случаев, которые происходят в России при попытке сделать красивое селфи, всерьез тревожит полицию. В школах сегодня предлагают проводить уроки безопасного селфи с привлечением психологов, сотрудников полиции и профессиональных фотографов. А МВД даже готова обучать молодых людей безопасному фотографированию себя. Быть модным и активным можно и без риска для жизни. Михаил Конышев, Максим Козлов. Вести. Кировская область.